Дорогие машины, роскошный дом Позолоченная мебель, стены и даже унитаз Именно в таком богатом интерьере От которого в буквальном смысле Ребит в глазах, свои вечера в кругу семьи Коротал полковник Алексей Сафонов Возглавляющий управление ГИБДД По Ставропольскому краю На эту должность его назначили в декабре 2012 И за эти 9 лет он успел Широко развернуться, создав По данным Следственного комитета Организованную преступную группировку У руля которой встал сам Следствием установлено, что в состав преступной группы Помимо Сафонова Входили иные участники из числа бывших И действующих сотрудников полиции Гражданских лиц На протяжении нескольких лет Они за денежное вознаграждение Изготавливали непредусмотренные Какими-либо нормативными актами Пропуска, которые позволяли владельцам Автотранспорта беспрепятственно Осуществлять грузоперевозки С нарушением административного законодательства На территории Ставропольского края Имея такой пропуск, фура могла беспрепятственно То есть без какого-либо досмотра Или взвешивания преодолевать любые стационарные И мобильные посты ГИБДД в Ставропольском крае Каждый инспектор в регионе знал, что эту бумажку Завизировал лично глава ГИБДД Алексей Сафонов На Ставрополье он вообще довольно известная личность Полковник часто выступал публично Снимался в роликах, которые его ведомство опубликовало На своих страницах в соцсетях Призывал водителей не превышать скорость Не садиться пьяным за руль И обязательно пристёгиваться Подавая личный пример Доказано, при лобовом столкновении Ремень спасает жизнь в 3,5 раза эффективнее А ещё полковник Сафонов был ярым борцом с коррупцией Он разъяснял через местные СМИ Что и давать, и брать взятки за нарушение ПДД Это уголовно наказуемое преступление И призывал водителей не провоцировать инспекторов А инспекторов не поддаваться на провокации Однако, по словам всё того же полковника Сафонова Справиться с соблазном подзаработать удавалось не всем его подчинённым К сожалению, не все сотрудники госинспекции Могут устоять перед предложением И получают соответствующее денежное вознаграждение Тем самым, также нарушают закон Что преследуется соответствующей статьёй уголовного кодекса Вот и сам глава ГИБДД Ставропольского края По данным следствия, не устоял Преступной группе, которую возглавлял Алексей Сафонов Инкриминирует получение взятки в размере 19 миллионов рублей Впрочем, это, вероятно, лишь один из эпизодов Учитывая ту показную роскошь, в которой жил полковник И те пачки денег, которые в этом жилище нашли По местам проживания подозреваемых В подразделениях ГИБДД В офисах транспортных организаций И иным адресам проведены обыски В рамках которых изъяты крупные суммы денежных средств Дорогостоящие автомобили А также предметы и документы, представляющие интерес для следствия Сейчас известно о семи задержанных Включая самого Алексея Сафонова Однако фигурантов в этом уголовном деле Скорее всего, будет гораздо больше Как заявили в Следственном комитете России Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются Александр Панюшкин, Александр Званцев, ТВ-Центр